Музейно-выставочный центр Реутуба продолжает внедрять самые современные телеком-технологии. Уже сейчас пользователи интернет могут стать участниками мастер-классов по вязанию крючком или изобразительному искусству, посмотреть выставки или видеоэкскурсии на сайте МВЦ. Теперь в центре появился еще и аудиогид. Недалеко от Владимирского тракта и речки Серебрянки проходила сигнальная линия, входящая в систему обороны Москвы. Которая состояла из сторожевых вышек с колоколами-реутами. Это аудиоэкскурсия Реутов от Хутора до Наукограда. Чтобы воспользоваться ею, достаточно скачать специальное приложение Easy Travel. До сих пор технологию использовали только в выставочных залах самого МВЦ. Однако совсем скоро, в сентябре, новая платформа мультимедийных гидов планирует загрузить еще 14 треков уже для пешеходной экскурсии по всему городу. Пешеходная экскурсия по Реутову начинается на фабричном пруду, а продолжается по улице Победы. Именно здесь и находится большинство из предложенных локаций. Такие, например, как дом управляющих хлопкопредельной фабрики, первый официальный памятник Ленину, Троицкий храм, мемориал и аллея героев. Ранее такую прогулку по городу сотрудники МВЦ проводили только для групп. Мы уже в течение двух лет, когда разработали и утвердили пешеходную экскурсию, мы записывали по желанию группы и проводили ее экскурсию совместно с Экскурсом Хабодом, которая рассказывала, показывала объекты. И это была платная экскурсия. То, что сегодня мы делаем, аудиогиды будут бесплатны и экскурсии будут проходить бесплатно. Это очень удобно для гостей нашего города и для жителей нашего города. В целом экскурсия рассчитана примерно на час-полтора. На каждую из локаций около пяти минут. Для летовчан, которые любят свой город, это, без сомнения, обязательная программа. О гости Реутова смогут узнать не только интересные исторические факты, но и увидеть самые живописные места города. Я думаю, каждому жителю также интересно, почему здесь стоит, допустим, молельный дом, почему здесь у нас фабрика, как развивается у нас градообразующее предприятие, помощное строение, и почему у нас назвали город Реутов, от чего это произошло. Я думаю, что история эта каждому будет интересна. Со временем информация и количество локаций пешеходной онлайн-экскурсии по Реуту на Easy Travel будут пополняться. Так что следите за обновлениями и будьте в курсе самых трендовых мультимедийных услуг в сфере истории и культуры.